В Сургуте состоялось освящение храма праведного Лазаря Четверодневного. Чин великого освящения совершил митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Подробнее об истории прихода и его выдающихся прихожанах в сюжете наших коллег. 15-летняя история кладбищенской церкви в Сургуте по-своему уникальна. Главные труды в основании столицы часовни были положены Людмилой Рябицкой. Потеряв своих близких, она отдала все силы на создание прихода, исполняя все храмовое послушание, от дворника до старосты. Ее могилу даже перенесли с улицы в храм. Здесь сегодня всегда живые цветы. Кстати, со смертью связано такое, что это было зимой, на самый Новый год, можно сказать. И думали, что придется вызывать трактор, экскаватор, чтобы могилу копать. Приехали батюшки, батюшки сами начинали копать. То есть земля была не промерзшая. Господь своим теплом отогрел землю, могилку выкопали. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! С ростом прихода и назначением настоятелем протеерея Владимира Ванюкова часовню переставили в храм. Значительно расширили алтарь, увеличили с двух сторон молитвенное пространство. Но и после этого храм сегодня переполнен. По словам старосты, молящихся могло быть больше, если бы удалось решить транспортный вопрос. На молитвы сургутяне добираются самостоятельно. Рейсовый автобус до кладбища пустить нет возможности. Уже просили неоднократно, чтобы какой-то автобус или маршрутку сюда направили. Тогда было бы еще больше прихожан. Ну и не только прихожан, была бы большая польза и тем, кто ходит помянуть своих близких. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Настоятель храма отец Владимир, мастер на все руки и речи по дереву, все строительные вопросы решают самостоятельно. Перепланировка храма проводилась по его чертежам. Сейчас ближайшая задача построить колокольню. Большая заслуга настоятеля, пратрия Владимира Ванюкова, который много потрудился и батюшка такой самоотверженный, труженик, молитвенник. После освящения храма праведного Лазаря великим чином, митрополит Хантмансийский Сургутский Павел преподнес в дар настоятелю особый пасхальный крест, как символ радости воскресения. Павел Ильников, Дмитрий Селинский, телекомпания «Югра» специально для телеканала «Союз».